Если тема отсутствия мест на кладбище Димитровграда касается всех жителей города, то найденный путь расширения границ по ГОСТа не устраивает конкретно жителей близлежащего поселка Дачный. Люди свою позицию отстаивают капитально, с эмоциями, но без лишней суеты и даже с серьезными документами. Когда начали строить школы, когда вырыли котлова, столкнулись, строились ли с чем? У нас тут подводная река. Следовательно, крупные воды пойдут через школу. Жители поселка Дачный против подобного расширения еще и потому, что после захоронения в организме умершего происходят различные процессы, в результате которых, по их словам, выделяются вредные химические вещества, жидкие и газообразные. Нам найти новое кладбище и опорить на него документы необходимо два года. Перенос нового кладбища возможен, но на это нужно время, не менее двух лет, потому что у города нет собственных земель. Чтобы получить согласование на новый участок земли, нужно пройти многочисленные федеральные инстанции. Получается, что выхода у людей нет. Либо они, собрав все силы в кулак, терпят два года и не умирают, либо, как слоны в азиатских легендах и мифах, предчувствуя свою кончину, покидают родные места и уходят в отдаленные уголки, чтобы почить в Бозе. Мы столкнулись с такой проблемой, что мы должны прийти к какому-то с вами консенту, чтобы с вами поговорить. Я к вам сюда приехал не для того, чтобы с вами воевать, чтобы вас там не кем-то вынижать, аскорблять. Я пришел с вами договориться, нам прийти надо к какому-то консенту. Я говорю, давайте по-человечески соберем рабочую группу. При этом компромисс людям был предложен. Глава города отметил, что сейчас рассматривается возможность хоронить не с левой стороны, ближней к поселку, а с правой, в сторону леса. Но и такой вариант устраивает далеко не всех. Однако время на принятие окончательного решения у димитровградцев все-таки ограничено. Бессмертие остается лишь светлыми мечтами человечества, а места на существующих межквартальных кладбищенских аллеях остается все меньше.